Вместо отдыха, работам. 416 школьников Абакана в первый месяц каникул предпочли заняться делом и подзаработать. Принять временных сотрудников вызвались разные организации, в том числе Абаканское парковое хозяйство. Там трудоустроились 17 человек. Настроение юных коммунальщиков узнал Никита Андреев. В первые дни июня на улице Абакана высадился молодой десант. Недва закончив учебный год, подростки сменили школьную форму на рабочий костюм и отправились на помощь коммунальщикам. Их задача поддерживать порядок в городе. Ребята работают 4 часа и небольшие перерывы у них есть для отдыха. Также два раза в день они питаются в столовой школы номер один. И для них педагоги Центра детского творчества проводят культурные мероприятия. Лагерь труда и отдыха работает в Абакане уже четвертый год. Мест выделено только 17, но желающих гораздо больше. Мне рассказала мама, а я сказала другу. Вот мы пошли вместе. Ну, здесь нам нравится, работаем, копаем тут, садим цветы. Ребята все хорошие. Вместе работать это, конечно, классно. Тем более на благо города. Это великолепно. Такое хорошее дело еще и хорошо оплачивается. Часть денег идет от паркового хозяйства, где трудятся школьники. Остальное добавляет службу занятости. Уже работаю второй год. В прошлом году я пошел, можно так сказать, в первый раз. Мне понравилось. Работа несложная, деньги хорошие, тем более еще и кормят. В этом году тоже решил пойти поработать. За тем, как работают подростки, пристально следят взрослые наставники. Жалоб практически не бывает, ведь каждый из школьников шел сюда не для того, чтобы отдыхать. Поэтому взрослым остается контролировать, направлять и обеспечивать безопасность. Им проводится инструктаж по технике безопасности, по пожарной безопасности, по работе вообще. То есть первичный инструктаж на рабочем месте получают. Для них это интересный опыт. Мы не можем поставить детей работать вдоль дороги, потому что это довольно опасно. Поэтому территории выбираем такие максимально безопасные для работы. После работы отдых. Это обязательная часть ежедневного распорядка. За творческую часть отвечают сотрудники Центра детского творчества. Здесь они могут и освоить основу вокала, и основу изобразительного декоративно-прикладного творчества. То есть программа, она очень обширна. И каждый из участников этого лагеря найдет себе что-то по душе. Смена в лагере труда и отдыха продлится ровно месяц. Потом ребята выйдут на заслуженные каникулы и, гуляя по городу, безусловно, оценят результаты своего труда. Ведь каждый из них сделал Абакан хоть чуточку чище. Никита Андреев, Арсений Симонов, Вести, Хакасия.